Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Очень часто черенки винограда мы укореняем в каком-нибудь субстрате. Очень хорошим субстратом для укоренения черенков винограда является кокосовый субстрат. Его еще называют кокосовым торфом. Хотя я в основном все черенки укореняю на воде, тем не менее часть черенков укореняю и вот в таком кокосовом субстрате. Этот кокосовый субстрат продается в брикетах, прессованный, он сухой. Если пользоваться инструкцией, то например вот на такой брикет нужно вылить около трех литров воды, подождать пока вода впитается в этот брикет и этим субстратом можно пользоваться. И могу сказать, что сколько я покупал вот такой брикет, все так и работает. Но на самом деле лучше все-таки немножко себя подстраховать. Что нужно нам сделать? А нам нужно перед укоренением этот субстрат немножко промыть. Что это значит? А это значит, что нам нужно взять вот такой брикет, положить его в какую-нибудь емкость, залить водой, подождать пока вода впитается в этот брикет, добавить еще воды, чтобы у нас была такая жидкая-жидкая фракция, а затем все это отжать. И так сделать два, возможно даже три раза, но двух раз вполне хватает. Это связано с тем, что ходят такие настойчивые слухи, что кому-то попадался соленый субстрат. Дело в том, что там где готовят вот такой субстрат, возможно используют воду с океана, она там соленая. У меня на канале есть ролик, в котором я пробовал укоренить черенки в соленом кокосовом субстрате. В таком субстрате черенки не укореняются совсем, поэтому на всякий случай, чтобы затем не думать, от чего же черенки не укоренились, лучше вот этот субстрат вот таким образом промыть, то есть подготовить. Я приготовил емкость, положил пол брикета субстрата и сейчас доливаю сюда воды. Вода комнатной температуры обычная вода, я беру из скважины. По мере того, как субстрат будет впитывать воду, этот брикет можно измельчить, чтобы процесс прошел быстрее. Вот приблизительно вот так это уже все выглядит. Буквально минут через 15 наш брикет впитывает много воды, ну и превращается вот в такую субстанцию. Ну а теперь просто мы берем, вот смотрите, отжимаем вот таким образом. Ну а когда у нас почти не остается вот субстрата, чтобы так взять рукой, берем сито и все вот это перецеживаем через сито. И как видите, довольно много еще субстрата. Отжимаем и этот субстрат. Надеюсь, все понятно. У нас получился вот такой хороший уже увлажненный субстрат. Для гарантии вот этот субстрат еще один раз заливаем, ну приблизительно таким же количеством воды, повторно отжимаем. И вот в таком случае, когда мы хотя бы два раза промыли наш кокосовый субстрат, мы будем уверены, что с ним все нормально. Мне еще ни разу не попадался именно вот такой соленый субстрат, в котором бы невозможно было укоренить. Но тем не менее, возможно, слухи эти не беспочвенны и действительно где-то выпускают вот такой не совсем хороший соленый субстрат. Поэтому не забывайте, если собираетесь укоренять черенки винограда в кокосовом субстрате, например, вот таком кокосовом торфе, то не ленитесь, а в обязательном порядке промойте его хотя бы два раза. И если у вас что-то затем не получится по укоренению черенков винограда, то дело будет точно уже не в субстрате. А с вами был Юрий Егорутин и вот такая простейшая подготовка кокосового субстрата перед укоренением черенков винограда.